Сергей Китов в свои 18 лет уже успел несколько раз побывать между жизнью и смертью. У юноши неизлечимая болезнь почек, поэтому он часто бывает в больницах. В 2021-м после очередной госпитализации Серёжа стал навещать других пациентов в палатах. Поздравлял их с праздниками, дарил подарки, затем посещал детские дома и ребят-инвалидов. Тогда впервые был удостоен звания Герой Пензенской области 21 века. В этом году номинирован во второй раз за поддержку военных в зоне СВО. Молодой человек организовал группу помощи в социальной сети. Им трудно. Мы хотим, чтобы они победили. Все мы победили. Семья у нас есть. Они полностью приобрели птичку для ребят. А так вот есть у нас один человек добрый. Не первый раз нам помогает бизнесмен. Вот он нам. Отвезли в этот раз моим генератором, который на солярке. Он приобрел. И до этого перечислял два раза по сто тысяч. Помогает. С сентября прошлого года на передовую совершили уже восемь рейсов. Подобные инициативы, по мнению авторов проекта, достойны поощрения. Но куда важнее, чтобы с таких юношей и девушек брали пример другие дети. Именно в этом главная цель акции. Героизм, по нашему мнению, это не только спасение людей в огне и на воде, но это и социальная инициатива. Это доброта, это отзывчивость, это милосердие. А если сказать кратко, то можно сказать так. Героизм – это умение увидеть беду человека и вовремя прийти на помощь. Это пример для детей, как можно стать героем сегодня, каждый день, совершая поступки, заботясь о других людях. Мы видим детей, которые, несмотря даже на свой недуг, готовы помочь окружающим. Это пример милосердия, бескорыстия. Это настоящий подвиг, это душевный порыв, который и нас, взрослых, должен сподвигнуть на серьезные поступки на благо своего Отечества. За три года, что существует проект, уже десятки юных жителей региона удостоились звания «Герой». В этом, помимо Сергея Китова, его присвоили и школьнику из Сердобска Никите Копылову. Восьмилетний мальчик спас из пожара двух сестер и младшего брата. Из-за болезни он не смог присутствовать на церемонии, но небольшой ролик о нем показали учащимся 79-й школы. Награждение состоялось в актовом зале образовательного учреждения.